Девушки отдыхают Раньше Кировские коммунальные системы Парк Аполло опекали. В этом году, как я понимаю, есть риск, что они не могут этим заниматься. Поэтому Парк Аполло передали Российскому детскому фонду, нашему Кировскому отделению. И в Парке Аполло, соответственно, будут работы, и они уже начались. Активисты, которые этим занимаются, придут к нам. Это после 12 часов. А сейчас, вот прямо сейчас, мы, конечно, очень горячую тему возьмем, как мне кажется. Это история с Великорецким крестным ходом. Традиционные совершенно события, которые в нашем городе проходят. Всегда с 3 по 8 июня. Но в этом году в связи с коронавирусом есть изменения. Ты мне не дала сказать про Дмитрия Осипова. Пожалуйста, пожалуйста. Я еще только анонсирую. Но давай мы сначала все-таки гостя нашей студии представим. Это Александр Березин, начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений Министерства внутренней политики Кировской области. Александр Юрьевич, добрый день. Добрый день. Да, и через некоторое время у нас на связи будет еще и секретарь Вятской епархии Иерей Виталий Лапшин. Это где-то вот в 11.20 примерно будем его набирать. Дмитрия Осипова утвердили? Да, буквально вот депутаты со второго раза утвердили Дмитрия Осипова. В прошлый раз большинство оппозиционных депутатов воздержались. В этот раз 27 человек проголосовали за, один против, наверное, Алексея Вотницев, скорее всего. Опять? Ну, я так предполагаю, потому что в прошлый раз он нам говорил, что, скорее всего, будет голосовать тоже против. И 6 человек воздержались. При этом Владимир Журавлев, депутат, сказал, что когда все дается так сложно, это хороший знак. Ну, будем надеяться. Ну, ладно. Будем теперь с главой администрации жить. Сегодня после 14 часов депутаты эту тему у Алексея Кузьмина будут обсуждать в программе «Дайте слово». Все, к Великорецкому крестному ходу переходим. Завтра все начинается. Да, ну и цитирую, в общем-то, если все дается так сложно, значит, это хороший знак. Как я полагаю. Ну, вероятно, начинается. Сразу, наверное, попытаюсь предвидеть ваш вопрос. А как все будет проходить? Вот. На самом деле, все будет проходить действительно в совершенно особом формате, в совершенно уникальном формате. Такого, наверное, еще не было в истории Великорецкого крестного хода. Прежде всего, самая существенная мысль. То, что Великорецкий крестный ход пешим порядком проводиться не будет. Это самая ключевая мысль. Соответственно, поскольку в последнее время практикуются в Русской Православной Церкви разные варианты проведения крестных ходов, вплоть до того, что на самолетах летают. Вот. Вятская епархия, соответственно, приняла решение, в общем-то, ну, здесь этому предшествовали и серьезные переговоры, скажем таки, с руководством области и с Роспотребнадзором. Вятская епархия приняла, ну, на наш взгляд, вполне оптимальное решение. Все-таки, с точки зрения и исторической, и с точки зрения религиозной, исполнить обет, который жители Вятки дали более 600 лет назад, возвращать икону к месту ее явления. И поэтому епархия этот обет исполняет, и она перевозит эту икону транспортом, ну, понятно, не городским транспортом, да, на микроавтобусе, в Великорецкое, для того, чтобы вот этот обет был исполнен. Причем, очень существенным моментом здесь надо отметить то, что сопровождать икону будут только священнослужители и певчи. То есть, иными словами, все делается в соответствии с теми рекомендациями, которые дает Роспотребнадзор, все делается в соответствии с тем постановлением, которое, в общем-то, действует и на территории области. 122П, как раз в том мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Вот, тут теперь вот вопрос такой, то есть принято было решение перевозить на транспорте, а не пешим порядком, пусть и небольшой группой там священнослужителей, да, сопровождать икону все-таки, как обычно, да, пешком. Именно потому, что вот за этой группой священников могли увязаться паломники, поэтому транспорт был выбран, или нет? Наверное, увязаться. Ну, извините, да, за такое слово. Ну, в любом случае, мы с вами отдаем себе отчет, да, что если икону будут перемещать великорецкое пешим порядком, то обязательно часть верующих присоединится к этому, в общем-то, шествию. В условиях тех ограничительных мероприятий, которые на сегодняшний день действуют, это, ну, мягко говоря, неразумно, наверное, да, ну, и, в общем-то, чисто невозможно. Так, и еще один вопрос. Все-таки вот сам маршрут с его остановками, он будет соблюдаться? В какой-то степени. Дело в том, что, опять же, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, разрешается проведение богослужений силами священнослужителей, ну, и небольшим количеством волонтеров, ну, там, которые помогают при богослужении. Вот, поэтому, естественно, икона проедет по своему обычному маршруту, за исключением села Монастырского, села Горохова и за исключением поселка Гирсова, да, потому что во всех остальных точках, да, там есть храмы и, соответственно, есть храмовые территории. Поэтому все богослужения будут проводиться именно на храмовой территории силами священнослужителей с ограничением числа участников. Вот, теперь тогда вопрос. А люди, которые, ну, зная, например, что к определенному часу икона прибудет в тот или иной храм, они к этому храму верующие могут подходить? Ну, то есть службы будут внутри храма, я так понимаю, да? Да, все службы будут проводиться исключительно на открытом воздухе. А, все-таки снаружи? Конечно. Все-таки снаружи. Люди, обычные верующие, не священнослужители, не та группа, которая сопровождает икону, да, они могут принимать участие в этих богослужениях хотя бы издали? Ну, издали кто запретит. Понаблюдать, да. Начнем с того, что издали кто запретит, это, во-первых. Во-вторых, в общем-то, вот в постановлении правительства Кировской области, 122-П, ну, которое регламентирует все эти ограничительные мероприятия, там вот посещение богослужений, точнее, не посещение богослужений, носит рекомендательный характер. То есть запрета такого явного прописано? Совершенно верно. Там так и прописано, что рекомендуется воздержаться от посещения религиозных объектов. Поэтому здесь, в общем-то, говорить о каких-то там притеснениях, как сейчас пишут в интернете, о каких-то санитарных кордонах там и так далее, и так далее, ну, наверное, не приходится. Единственное, просто хочется призвать всех, кто собирается приехать на места богослужений, просто хочется призвать все-таки к соблюдению элементарной личной безопасности. Да, то есть использование масок, и соблюдение вот этой жизненной, скажем так, дистанции, да, то есть достаточного расстояния от других участников богослужений, вот это необходимо, в общем-то, учесть. Ну, вот смотрите, да, санитарных кордонов не будет, но при этом ранее появлялась информация о том, что жители сел, которые на пути крестного хода, будут штрафовать, если они приютят кого-то из паломников. Развестят у себя. Ну, вы знаете, насчет штрафовать, я бы как бы не сказал так, потому это вот, к сожалению, тут могу камушек ответный в адрес некоторых СМИ, в общем-то, кинуть, да, то, что искажается та информация, которая на самом деле, является верной. Да, действительно, домовладельцам в тех населенных пунктах, где будет находиться икона, сотрудниками полиции были выданы уведомления. Вот, в этих уведомлениях, ну, во-первых, прописывается вся нормативная база, да, что необходимо учитывать в ситуации ограничительных мероприятий. Вот, а во-вторых, ну, своего рода, ну, просьба, настоятельная просьба, да, все-таки не допускать в свои дома паломников. И вот здесь дальше происходит крайне, в общем-то, ну, на мой взгляд, печальная, что ли, вещь, то, что в некоторых населенных пунктах есть уже такая информация, что некоторые домовладельцы, презирая, скажем так, вот это уведомление, поскольку это именно уведомительный характер носит, они уже договариваются с паломниками, которые останавливаются у них не первый год, что, типа, вот в этом году я вас буду пускать не за 100 рублей за ночь, а за тысячу. Ага, риск должен оплачиваться, да? Ну, да, как-то так, но вместе с тем, ну, понятно, что это воля самого домовладельца, да, потому что, ну, его дом, он что хочет, там, то и делает, по большому счету, лишь бы не нарушать действующее законодательство, да. Но это будет на его совести, и это будет на его ответственности. И были еще, я насколько понимаю, варианты такие, что домовладелец из дома своего уходит, условно, а дом свой, там, сдает какой-то группе давно знакомых между собой паломников. Так, опять же, это воля самого домовладельца, да. Другое дело, что этот домовладелец, он должен быть предупрежден, и он предупрежден должным образом о тех последствиях, ну, о тех негативных последствиях, которые, в общем-то, могут возникнуть. Потому что, давайте так, ну, известно, это уже по-медицински, скажем так, части в большей степени, да, что на твердых поверхностях вот этот коронавирус, там, не только до нескольких часов, но и до нескольких дней может находиться, да, и пребывать в совершенно своем активном состоянии и так далее. Да, хорошо, домовладелец предоставил свой дом, сам куда-то уехал на эту ночь, да, на следующий-то день он вернулся, если, не дай бог, там оказался коронавирус, то все, домовладелец, получается, рискует заразить. И дальше он начнет заражать всех своих односельчан. Поэтому это будет на его совести, и это будет на его ответственности. А я правильно понимаю, что рычагов вообще так вот у власти сейчас, прям вот жестко запретить, таких рычагов законодательных нет? Запретить. Что именно? Запретить размещение паломников. Ну, то есть невозможно же понять, это паломники или это просто друзья приехали в гости, да? Ну, совершенно верно. На две недели, как докажешь? Ну, здесь надо, кстати, уместно вспомнить. Нет, ну, подождите, а есть ли вообще разница между паломниками и друзьями? Если вот пресс-релиз правительства, если речь идет о статье 20.6.1 КОАП, РФ, о выполнении правил проведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения? Ну, какая разница, паломники или друзья? Да, тем более все-таки надо помнить о том, что если кто-то приезжает, то двухнедельный карантин-то как бы никто не отменял. Понятно, то есть он обязателен. Совершенно верно. У нас сейчас на связи Ирия Виталий Лапшин, а на перерыв мы не пойдем, да, на 15-й минуте? Наверное, мы уже нет, да. Не пойдем. Хорошо. Отец Виталий, добрый день. Добрый день. Да, отец Виталий, мы сейчас с Александром Юрьевичем Березиным начали вот проходить по маршруту, можно сказать, до Великорецкого крестного хода и практически вот уже подбираемся там, да, к моменту, когда будут торжества в Великорецком, 6 июня традиционно они бывают. Что будет в этом году? Как это все там будет организовано? То есть если мы понимаем, что те ограничительные меры, которые сейчас принимаются, они, наверное, какую-то часть паломников остановят от пешего крестного хода, то 6-го-то числа точно наверняка какая-то часть людей Великорецкая поедет. Вот вопрос. Как их там встретят, да, на что они там должны обратить внимание и как будет организована служба и все остальные мероприятия? Еще раз добрый день. Участники радиоэфира, радиослушатели. Конечно, приближается знаменательная дата для нашей Авиатской земли. Это дата памяти обретения Великорецкого образа сцителя Николая Чудофорца. Конечно, в этом году, к великому нашему сожалению, наш традиционный крестный ход провести, к сожалению, не удастся. Но самое главное, то есть богослужения в день обретения иконы сцителя Николая в селе Великорецком в храмовом комплексе будут совершены. То есть тот обед, который много веков назад дали православные обетчане, он будет исполнен. Икона будет приведена, Великорецкое богослужение будет отслужено. 6 июня в Троицкую родительскую субботу в храмовом комплексе, на территории храмового комплекса, на улице, состоится две божественные литургии. В 3 часа ночи на улице будет служба отслужена перед Никольским собором. И в 9 часов утра также богослужение будет отслужено перед Никольским собором. В 9 часов утра служба возглавит митрополит Азиатский и Свободской Марк. Икона будет находиться также на улице. К ней такого доступа не будет возможности организовать. Но люди могут подойти на неком расстоянии перед иконой, постоять, помолиться, перекреститься, положить поклон поясной либо земной. То есть икона будет находиться. То есть приложиться к иконе отец Виталий не смогут верующие, правильно я понимаю, да? Да, приложиться будет невозможно в связи с действующими эпидемиологическими всеми, скажем так, осложнениями. Потому что после каждого верующего, который будет прикладываться к иконе, нужно будет организовать противку этой иконы специальными растворами. Но это будет... Это невозможно сделать, да. Это слишком сложно. Невозможно, но не полезно для самого образа и для Киота. Поэтому принято решение, что люди могут на расстоянии поклониться иконе, приложиться к святому образу, по возможности поставить свечи. Но также хотелось бы напомнить, что икона стихия Николая ежегодно пребывает, ежедневно пребывает в Грифоновом монастыре. Ежедневно к этой иконе есть возможность у всех верующих помолиться, приложиться к этой иконе на протяжении всего года. То есть даже если кто-то не сможет, не успеет это сделать 5-6 июня в Великорецком, это можно сделать в течение всего года по следующему времени. Начали ли уже паломники приезжать, потому что они чаще всего собираются как раз вот в районе Трифоново монастыря? То есть в этом году, я так понимаю, что на трудовых резервах, где обычно разбивали как раз 2-го числа палаточный лагерь, в этом году ничего такого нет? Да, палаточный лагерь в этом году не будет организован. Он все-таки выставлялся силами администрации города Трифоново, в силу существующих ограничений в этом году администрация ничего этого не сможет сделать. Людей, которые прибывают на торжества, мы видим небольшие группы Трифонов монастыря, люди заходят. Также люди звонят по телефону, что некоторые там приезжают, некоторые едут. Ну, оценить, сколько будет людей, откуда они, пока мы не можем. Невозможно посчитать. Еще у тебя цветали такой вопрос. Традиционно на Великорецкий крестный ход прибывают священнослужители, там, да, из других регионов, но много бывает приезжает. Вот их вы как-то отслеживаете или нет? Священнослужители, которые бывают постоянно в Великорецком крестном ходу участвуют, с ними со всеми у нас уже были, скажем так, переговоры, контакты состоялись. Всех мы попросили по возможности раздержаться от прибытия. У нас батюшки все законопослушные, все понимают ситуацию, у каждого своя ситуация на приходе, плюс в этом году основные торжества совпадают с праздниками Святой Троицы и родительским днем. Поэтому в основном священнослужители из других епарщий остаются в своих епарщиях, в своих приходах. То есть это основная часть священников, которые участвовали в крестном ходу. И они уже подтвердили, что да, в этом году они не прибудут, в следующем году, мы рады всех видеть, в следующем году все батюшки наши опять прибудут на реку великую. Еще, отец Виталий, такой вопрос. Я видела на сайте епархии размещена информация, это верующие, кто хочет, может, конечно, ознакомиться. Я так понимаю, что порядок исповеди и причастия будет изменен, потому что для паломников Великорецкой всегда это было одним из важных моментов, причаститься именно там. Ну, порядок причастия, он меняется, как причастие совершается во время богослужения. В конце богослужения так это и будет. Единственное, что при совершении причинения священнослужители, конечно, будут исполнять инструкцию, подтвержденную Священным Синодом Роскотранславной Церкви, то есть в плане протирания лжицы после каждого причастника. Исповедь у нас будет организована на улице, будут исповедовать священники, будут священники предлагать и просить прихожан поддерживать вот эту дистанцию социальную, чтобы люди на полтора метра не приближались, скажем так, не стояли друг к другу. Также священники будут уточнять, если человек, желающий причаститься в этот день на службе, исповедовался у своего духовника накануне на приходе, то он будет допускаться до причастия без выставки. Ну, чтобы очередь вот эту не создавать, да? Да, чтобы очередь не создавать, чтобы минимизировать контакты. Я вот, честно говоря, не знаю, можно ли какие-то слова утешения верующим сказать, которые остались без возможности пойти в Великорейский крестный ход в этом году? Вообще для верующего человека это тяжелая вот такая история или нет? Ну, во-первых, конечно, то, что происходит сейчас, это тяжело, конечно, для всех. Тяжело для верующего человека, тяжело для священнослужителей, тяжело для всех граждан нашей страны. Но, вы знаете, вот мы достаточно продолжительное время живем в таких условиях. Да, мы встретили суток Христова Воскресения. Конечно, было горестно, что прихожанам не удалось попасть в храм, но все равно люди причастились, люди смогли поучаствовать в богослужении, смотрели трансляции со службы, смогли на улице поучаствовать в богослужении и причаститься от святых христовых тайн. Поэтому Пасха прошла. То, что было перед началом службы горестного, после службы обратилось в радость о воскресшем Спасителе. Я думаю, что здесь будет точно так же. Мы переживаем, конечно, о тех условиях, которые будут в этом году в селе Великоредске, при торжествах. Но я думаю, что когда люди увидят икону Стеклия Николая, когда они увидят по телевизору, в новостях, когда они услышат по радио, когда они узнают, что служба совершилась, людям будет радостно, и они будут прославлять Бога и молиться за Стеклия Николая. Отец Виталий, а можно уточнение? Вы сказали по телевизору. То есть будет трансляция какая-то организована по какому-то из телеканалов или нет? Сейчас ведутся переговоры. В принципе, они вступили уже в такую завершающую стадию. Организация онлайн-трансляция богослужения в селе Великоредском. Трансляция будет организована на сайте, на странице ВКонтакте, Вятка и Пахе, и на других ресурсах, о которых мы обязательно сообщим уже буквально завтра и завтра. То есть трансляция с богослужением будет. Вятки позволят технические моменты, которые сейчас зарабатываются. Я вас перебила, вы продолжали просто, да. Всё. Всё. Да, я очень надеюсь всё-таки на благоразумие паломников. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы, когда имейте мужество, может быть, в этом году отказаться от этой радости, пойти в Великоредское. Для верующих людей это действительно радость. Может быть, стоит поберечь себя и поберечь окружающих. Спасибо большое. Отец Виталий, секретарь Вятской епархии. Ирей Виталий, вообще он был с нами на связи. Спасибо, да. Перерыв? Бог помочь ангелах-хранителям. Ну, две минуты у нас ещё, на самом деле, мы можем чуть-чуть пораньше уйти на рекламу, чтобы потом перейти сразу к вопросам безопасности, которые меня больше интересуют, например. Программа «Дневной разворот» продолжается. Говорим сейчас о Великоредском крестном ходе, как он будет организован в этом году. Александр Березин, начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений Министерства внутренней политики Кировской области в нашей студии. По поводу безопасности. Пару дней назад, не помню, ну да, пару дней назад правительство сообщило о том, что полиция, спасатели скорой не будут сопровождать крестный ход. Так его не будет, крестного хода пешего? Ну, фактически его не будет. Ну, совершенно верно. И не будут обрабатываться традиционные места стоянок. От клещей? Совершенно верно. Традиционного крестного хода, да, не будет, но, тем не менее, вот мы слышали то, что сказал отец Виталий, то есть часть людей всё равно поедет, и я думаю, какая-то часть всё равно пойдёт. Может быть, какая-то маленькая группа, но, тем не менее, вот тот момент, что мы не обрабатываем там эту территорию, не отправляем туда скорую, ладно, как бы с полицией, без полиции, думаю, действительно можно обойтись в этом случае. Не добавляем ли мы к существующей проблеме ещё одну? Потому что придётся, каждый год кого-то из паломников всё равно эвакуируют с... Ну, с какими-то проблемами со здоровьем, совершенно верно. То есть придётся гонять туда скорую, они принесут ещё на себе клещей, кучу, которую нужно будет всё это исследовать. Ну, клещи – это вообще не самое страшное, там и сердечные приступы же могут быть, и всё что угодно. Ну, клещевой энцефалит достаточно страшный. Я понимаю, но, может быть, там не всем, в кавычках, повезёт, да, вот такого заразного клеща на себя нацепить. Но там, вот правда, проблемы бывают разные. Там, извините, подвёрнутая нога, там, да, или сломанная, не дай бог, тот же сердечный приступ, какой-то гипертонический кризис, там ещё что-то, ещё непонятно, какая будет погода, да, если будет жарко, например, в эти дни, то надо понимать. И при этом нет сопровождения. То есть, а если эти люди просто заблудятся в лесу? Как мы их искать-то будем? Ну, вот, вы знаете, да, да, есть такая проблема. Да, это люди, прежде всего. Прежде всего, это наши граждане, это граждане нашей страны. Здесь это всё понятно. С другой стороны, вот давайте будем исходить, ну, вот здесь, как бы мы ни поступили, да, всё равно найдутся те, которые скажут, что поступили правильно, и обязательно найдутся те, которые будут придерживаться абсолютно диаметрально противоположного мнения, которые будут говорить, что вот, значит, вот поступили неправильно, надо было не так, а как-то вот иначе. Вот давайте с точки зрения формальной, да, рассуждать. Значит, формально крестного хода нет. Именно пешим порядком, да. Возникает вопрос, кто эти люди, которые идут следом? Потому что давайте дальше рассуждать. С точки зрения Русской Православной Церкви, это во всех учебниках написано, да, по религиоведению, крестный ход – это массовое богослужение, во главе которого находятся священники. Да? В данном случае священников не будет. Возникает тогда вопрос, кто эти люди, которые отправились в Великорецкое? Ну, я не знаю, но туристами их назвать как-то не очень, наверное. Да, язык не поворачивается, грибниками, ягодниками тоже вроде бы не назовешь. Еще раз, еще раз. Да, рановато. Это же все равно, как вы правильно сказали, формально. Мы же все понимаем, кто они. И мы везем туда в данном случае эту икону, и все равно… Вот минуточку, минуточку. Давайте так. С точки зрения именно формальной, эти люди паломниками не являются, исходя из того определения крестного хода, которое я дал. Поэтому, ну, вот путешественники, я не знаю, может быть, еще как-то и так далее. Вот теперь давайте будем проводить аналогию. Я понимаю, что сейчас меня, наверное, там ряд слушателей начинает уже тихо ненавидеть, наверное, да? Но, ну, как бы обвиняя в цинизме, там, в человеке ненавистничестве. Ну, вот давайте формально пока порассуждаем, да? Ну, вот если человек пошел в лес за грибами, за ягодами и заблудился, возникает вопрос, что делать? Ну, звонить спасателям. Совершенно верно. Если мобильный телефон работает. Звонить 03-112, как бы, и так далее, и так далее, и так далее, да? С точки зрения формальной мы сталкиваемся сегодня как раз с этой ситуацией. С точки зрения неформальной мы отдаем себе отчет, что это люди, еще раз повторюсь, что это люди, у каждого из которых есть право и на жизнь, и на здоровье, и так далее, и так далее, и так далее. То есть отказать им в помощи, естественно, никто не будет им отказывать. Естественно. Поэтому в данном случае, ну, если, не дай бог, что-то случится где-то там с таким паломником, ну, или путешественником где-то там в лесах, да, понятное дело, у него есть право позвонить по какому-либо из телефонов тревожных служб, и дальше, ну, как я полагаю, в общем-то, будут предприниматься какие-то действия. Ну, обычные совершенно действия в такой ситуации. Да. Вместе с тем, хотелось бы отметить еще один важный момент. Давайте так. Вот на сегодняшний день те, кто собираются идти пешим маршрутом, да, все-таки я исхожу из того, что это а. взрослые, б. думающие, и в, опять же, с точки зрения закона, дееспособные граждане, которые сами берут на себя такую ответственность. Потому что вот уже в интернете, как бы, ну, традиционные некоторые паломники крестного хода, да, причем медийные достаточно фигуры, да, у которых там в подписчиках до нескольких тысяч человек, да, они пишут, ура, наконец-то мы в этом году идем только надеясь на помощь Божью, на святителя Николая и на свои собственные силы. Судуя сухарями. Совершенно верно. Вот, но при этом, знаете, вот еще что печально-то, да, то, что некоторые из этих людей с собой тащат, там, скажем, пятерых своих малолетних детей. Именно тащат, я другого слова здесь не подберу. И при этом, ну, учитывая то, что некоторых этих людей я знаю лично, к сожалению, эти люди, вот когда даже вот обычный крестный ход идет, они себя ведут, ну, не совсем корректно. Да, то есть им говорят, что, вот, слушайте, может, вы ради детей хотя бы там, ну, где-то вот автобус есть, вот, может быть, вывезете, как бы, детей, сами тоже, может быть, покинете крестный ход. Нет, у нас все хорошо, у нас все здорово. После этого проходит два часа, и они начинают просить спасателей, полицию, медиков, вывезите нас отсюда. Вот, вы знаете, в этом году проблема заключается в том, что просить-то будет некого. Не вывезут. Не вывезут, некого будет просить. Но, тем не менее, вот такие рассуждения в интернете, я бы сказал, слишком вольные. Я бы даже добавил легкомысленные. Я бы сказала слово инфантильное, извините, пожалуйста. Ну, про взрослых людей, состоявшихся, не очень, наверное, правильно такие вещи говорить. Совершенно верно. Вот, вы знаете, вот, зачем писать такие вещи в интернете, это риторический вопрос, на самом деле. Зачем писать такие вещи в интернете, тем самым возбуждая других людей, которые, может быть, еще подумали бы, а стоит ли идти-то в этих условиях. И вот это как бы беда. И что с этим делать, ну, на сегодняшний день никто не знает. В этом отношении, вот опять же, вот, на одном из совещаний Игорь Владимирович Васильев, наш губернатор, ведь четко сказал, что крестного хода в его традиционном понимании нет. И понятно, что вместе с тем мы должны каким-то образом подумать о тех людях, которым вдруг потребуется какая-то помощь. Поэтому на сегодняшний день единственный способ такой помощи, это этим людям звонить по телефонам дежурных служб. Другое дело, что понятно, что эти дежурные службы, они, в общем-то, ну, вряд ли будут реагировать там на то, чтобы приехать удалить клеща у человека, да. Вот, все-таки они будут реагировать действительно на те ситуации, которые угрожают жизни. Ну, потому что если это группа паломников или, там, я не знаю, пешеходов, как их назвать, этих людей путешествующих, будет не одна, да, и каждая вызовет скорую, то, извините, там, скорых не напасешься просто вдвоем. Тем более, тут ведь еще одна вещь, если традиционно крестный ход поддается хоть какому-то, ну, каким-то организационным, скажем так, вещам, то что выходим во столько-то, да, то тут получится, семья Ивановых выйдет в 3 часа утра и пойдет по одному маршруту, семья Петровых выйдет в 4 часа утра и пойдет по другому маршруту, а семья Сидоровых вообще выйдет в 11 часов и пойдет по своему короткому маршруту, да. Вот, и у всех этих семей что-то синхронно может произойти. В разных, причем еще местах, в разных точках. Да, совершенно верно. Ну, смотрите, важный момент, наверное, дороги в этом году мы нигде не перекрываем. То есть все, кто пойдут, решат идти своим ходом, они будут идти по пешеходным. То есть я вообще предполагаю, что вот завтра, например, да, наверняка после службы в Трифоновом монастыре будет какая-то часть людей, кто пойдет в Троицкую церковь в Макарье. Я вполне это допускаю. Вот, то есть, может быть, они там не пойдут до Великорецкого, но скажут, здесь-то уж вроде как бы все, тут помощь в доступе, пойдем пешком по тротуару. Опять же, их воля, понимаете, что? Их воля и их ответственность. Это надо подчеркнуть. До Бобина, мне кажется. Ну, до Бобина, может быть, кто-то, да, дойдет. Ну, вы знаете, из Бобина тоже надо как-то выбраться. Еще вот какая история. Мы, я не помню, мы говорили об этом или нет, все-таки история с шестым числом и с тем, что обычно люди туда приезжают на торжества в Великорецкое, да. Я так понимаю, что въезд в Великорецкое закрыт не будет шестого числа. Но, вы знаете, Великорецкое на сегодняшний день, насколько я знаю, не на карантине. То есть перекрыть дорогу невозможно. Но обычно организуют автобусные маршруты, в этом году их не будет. Естественно, автобусов в этом году не будет. Опять же, по той простой причине, которая уже была озвучена ранее. Ну, смотрите, жители, да, ведь Великорецкого, насколько я помню, они публиковали... Призы, да. Да, я не помню, это было какое-то открытое письмо или обращение к губернатору. Вот эта формулировка, если ошибиться, они просили полностью отменить, да, Великорецкий крестный ход, потому что как раз опасались того, что люди-то в само Великорецкое все равно приедут. Так вот, я еще раз повторюсь, Великорецкого крестного хода в его традиционном смысле в этом году нет. Но ведь, как мы не называем, что в традиционном смысле его нет, люди-то все равно в село приедут. И это кто как раз, чего местные жители боялись? Ну, давайте так, вы знаете, как бы такая не совсем корректная аналогия, да. Вот, ну, предположим, в какой-то продовольственный магазин завезли, ну, какое-то там супер-пупер лекарство, там, от коронавируса, да, или там в аптеку, да. Вот, этот магазин, ну, или эта аптека находится, скажем, в Первомайском районе города Кирова, да. Вот, скажите, пожалуйста, есть ли основания не пускать в эту аптеку жителей, скажем, Октябрьского района? Ну, у нас же были основания, опираясь на режим этот, как он называется, готовности, повышенной готовности, да, закрывать какие-то предприятия, еще что-то. Не, ну, въезд в населенный пункт, я так понимаю, что по закону закрыть невозможно. На сегодняшний день таких ограничительных мер нет. Просто вот все, что возможно в этой ситуации сделать, это взывать к сознательности тех людей, которые поедут в Великорецкое. Совершенно верно. Тем более, отец Виталий совершенно правильно сказал. То, что ведь икона, так-то она... Она всегда здесь. Она всегда здесь. То есть, если есть желание, ну, пожалуйста, в другое время подойди, поклонись. Ну, и я просто думаю, что если хочется приехать в Великорецкое, может быть, действительно не создавать там толпу 6-го числа, а будут ведь, извините, будет ведь время и потом. То есть, Великорецкое никто не закроет туда вот, в это село всегда можно приехать, конечно. Троица еще, да? Нет, Троицкая родительская суббота, что характерно. То есть, ну, очевидно, у кого-то, в общем-то, из жителей города и на кладбище в Великорецком, может быть, покоятся и родственники. Естественно, да. То есть, возможно, люди, да, поедут еще и по этой тоже на адрес. Да, совершенно верно. Такой момент вот по поводу тех мер, которые не будут приняты, мер безопасности, да, полиции, спасателей, всего этого. Насколько я помню, то есть, информация о том, что Великорецкий крестный ход пройдет вот в таком необычном формате, в его традиционном понимании не пройдет. Она как-то распространялась, то есть, через Завиатскую епархию, через Московское там митрополие. А вот то, что не будет спасателей, как-то разошлось по регионам, потому что с 20-х чисел видели вот мы в интернете эту информацию. Значит, вот давайте так. По этому поводу здесь вот совместная деятельность как бы и правительства области, и совместная деятельность Вятской епархии. Значит, Вятская епархия со своей стороны разослала письма архиереям епархий, очень многих епархий, с просьбой воздержаться в этом году от крестного хода. В том числе указывая одну из причин, что никакие меры по обеспечению безопасности и здоровья предприниматься не будут. Наш губернатор, Игорь Владимирович Васильев, точно так же направил письмо за своей подписью в адрес губернаторов окрестных регионов. То есть руководителей. Да, с просьбой организовать информационную кампанию у себя в регионах, что в этом году в связи с ситуацией, в общем-то, как бы никакие меры по обеспечению безопасности и здоровья предприниматься не будут. Причем, ну вот на сегодняшний день информация такая, что все регионы, куда вот эти вот письма пришли, там что церковные власти, что светские власти, они эту информационную кампанию ведут весьма и весьма активно. Вместе с тем Роспотребнадзор выпустил, ну скажем так, предостережение для потенциальных участников всех как бы вот этих вот торжеств, в котором также вот, ну дословно даже могу зачитать, что выдано там уведомление, да, что все традиционные мероприятия по оказанию содействия Великорецкому крестному ходу отменены, не проведены обработками стоянок от клещей, отсутствует сопровождение паломников сотрудниками МВД, МЧС, медиками и спасателями. Ну, еще момент, да, по поводу Великорецкого, там, непосредственно села, вернемся к нему, понятно, что закрыть мы, да, я вижу, что минуты осталось, не можем, но вот те, опять же, назовем это рекомендациями, да, Роспотребнадзора по поводу двухнедельного карантина, который обязан... Они остаются в силе. Ну, то есть, получается, этих людей можно проверить на... Ну, никто же... Соблюдают ли они двухнедельный карантин. Никто же их не отслеживает, то есть, я так понимаю, что вот, ну, батюшки, которые прибыли, да, все-таки... Ну, давайте так, те, кто прибыли... По линии епархии их можно, да, проверить, а остальные-то как? Остальные как? Ну, здесь именно будет проводиться определенная профилактическая работа. И здесь, опять же, это, извините, на совести тех, кто прибыл. Вот я бы хотела на этом моменте как раз, наверное, паузу поставить, да, и уйти, завершить эфир, обращение к паломникам. В общем, люди, вы понимаете, да, что есть те, кто сидел две недели на карантине, а есть те, кто не сидел две недели на карантине, и вы с этими людьми будете там контактировать. Поэтому подумайте, пожалуйста, все-таки, как в этом году выстроить, да, свой маршрут и ехать ли. Благодарим Александра Березина, начальника отдела по вопросам этноконфессиональных отношений Министерства внутренней политики Кировской области. Первый час разворота на этом завершен. Спасибо. Благодарю. Всего доброго.